Великий пост для православных христиан – это не только время сугубой молитвы и покаяния. Это особое время дел милосердия и помощи ближним по Евангельскому завету Господа нашего Иисуса Христа. По благословению настоятеля храма Рождества Христова, протерия Александра Игнатова, прихожанами были собраны для заключенных нескоро портящиеся продукты и предметы первой необходимости. Один раз в год Великим постом прихожане передают в колонию свои пожертвования и каждый раз с большой радостью и надеждой там ждут этой встречи. Благодарность за переданную помощь заключенные подарили икону «Вход Господень в Иерусалим», написанную в стенах колонии. Вот как раз просто праздник, и будем очень рады, что она пригодится. Мне вообще что напоминает, вот я когда на нее смотрю, вот Господь идет, он идет на страдания. Ну, народ, он кричит, асана, верный, грядущий во имя Господня, царь и зарядок, он кричит, как царя, а через несколько дней этот же навод будет кричать во спине. Вот слава человечеству. Благодарим сердечно за этот дар. Я хочу сказать, что, конечно, на праздник, который будет ровно через неделю, «Вход Господа нашего Господа Иерусалим», мы обязательно положим на центральное наводие эту икону, и я расскажу прихожанам о даре тех людей, которые находятся в узах, но не забывают о Боге, и стараются еще изобразить Его, даже позолотить, чтобы подарить нашему рождественскому храму для наших прихожан, чтобы каждый помнил о Спасителе и шел с Ним вместе, никогда не смущаясь, потому что эта дорога светлая, в нашем есть свет. Спасибо, Христос! Благодарим! В этом году отец Александр вместе с отцом Василием Плиско и рождественскими казаками посетили 14-ю колонию в день похвалы Пресвятой Богородицы. Заключенные нуждаются не только в самом необходимом, но и в духовной поддержке и попечении церкви. В этот день в храме в честь святых Бориса и Глеба, расположенного на территории исправительного учреждения, была отслужена божественная литургия, перед началом которой отец Александр рассказал, что такое литургия и для чего она существует. И он, раздавая ученикам своим словам, пейте из них все. Это кровь моя, которая за вас проливается, вас победит их Бог и в жизнь вечную. Как важно узнать, это и тем, кто только начинает путь своего церковления, делает первые шаги к вере, и тем, кто уже идет к Богу. Все песнопения за литургией исполнили казаки рождественского храма. «Господь умудряет слепцы, Господь возводит низверженные, Господь любит праведники, Господь хранит пришельцы, Сира и в долгу примет их у грешных». «Сегодня мужчины, казаки нашего прихода пели в храме Божьем. Они ехали, они еще раз повторяли эти песнопения. Они хотели не просто кого-то порадовать на концерт, они хотели обрадовать Господа. Потому что там, где славится имя Господне, там Благородица, там и все святые пребывают, со ангелами своими». При колонии есть православная община, участники которой за литургией читали на церковно-славянском языке часы, апостол и молитвы к причастию. И поэтому это была особенная служба, очень благодатная. В этот день многие заключенные исповедались и причастились к святых христовых тайн. «Божественная литургия – это высочайшая из таинств, выше которого нет ни на земле, ни на небе. И те, кто сегодня соединился со Христом в божественном причащении, мне хотелось бы сугубо поздравить. И сегодня мы получили воистину радость. А в чем заключается смысл духовной радости? Матерь Божья сама отвечает мне этот вопрос. «И возрадовайся, Дух мой, а Божье спаси мое». Душа человека радуется тогда, когда приближается к Богу. И сегодня каждый, кто приблизился к Богу, тем более с Ним соединился в таинстве святого причащения, получил духовную радость и укрепление от Господа. Важно оказывать осужденным духовную помощь, чтобы человек вспомнил о своей бессмертной душе и раскаялся. Попавшие в исправительную колонию должны осознать, что они уже понесли определенное наказание в жизни, которое способствует исправлению человека, чтобы он прекратил грех и встал на путь исправления. Ну как бы хотелось пожелать вам, чтобы вы уже здесь, придя к Господу, исправили свою жизнь, обратились ко Христу и жили по зампровели Божьим. И пусть Матерь Божья, Пресвятая Богородица, которая заступница усердной всего христианского рода, поможет вам, братья. Христос посреди нас! И есть и будет! Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова